Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это очередной выпуск новостей касаемо The Isle of Rima. Ну а перед началом, как обычно, огромная благодарность всем нашим донатерам и спонсорам за финансовую поддержку канала. Спасибо, друзья! Итак, вышел 46-й Девлог. Сегодня мы чуть поговорим о нем, коснемся самой важной части, если вдруг кто-то его не читал, а также я расскажу вам о некоторой другой информейшн, что происходит за кулисами игры. Итак, не касаемо Девлога. В команде разработчиков Пополнение появился, насколько мне известно, дополнительно один новый аниматор. Видимо, Донди решил ускорить процесс разработки еще, как по мне, на полтора процента. Точное его имя я не помню, но, как говорят, достаточно опытный сотрудник, который работает в паре с Брайаном Филлипсом. Интересно, интересно, однако. Кстати говоря, набор в команду разрабов Ислы открыт. Вновь. Так заявил сам Дон. Решили расширить команду, так что если вы обладаете нужными качествами и отлично владеете английским языком, попытайте удачу, хотя вряд ли у нашего русскоязычного комьюнити найдется такой, или я могу ошибаться. Идем дальше. Для тех, кто не знал, Диаблоцератопс будет одним из первых динозавров Эврима, кто сможет пятиться и ходить назад. Люди в игре. Что известно нового. Играя за людей, мы сможем обмениваться вещами с другими игроками, примерно так же, как в DayZ, если, конечно, другая фракция не захочет вас уничтожить. И еще о слухах. Правда или нет, разработчики затронули модель Мегалания. Помните, да, позапрошлый выпуск? Угу. Секретный динозавр, но не совсем динозавр. Ну а теперь переходим к довлогу, по мне лично сыроватый. Итак, было проведено много работы над мутациями. В зависимости от вашего образа жизни вы сможете разблокировать новые мутации. После разблокировки полученная мутация может быть выбрана уже на различных этапах жизни. Способности Рекса. Им уделили больше внимания и добавили новые анимации для каждого этапа жизни. Разработчики хотят расширить дизайн Нордриозавра. Также проверить полностью производительность и правильность работы анимаций. Еще они улучшили программу для борьбы с читерами. Владельцам серверов будет включена функция «Возможность включать-отключать мутации». Также добавили возможность включать-отключать каждую мутацию по мере необходимости и значения их эффектов. Еще владельцам серверов будет предоставлена возможность включать и отключать определенный искусственный интеллект. Также случайную погоду и еще интересная возможность увеличивать и уменьшать общий темп роста каждого динозавра. Вот это интересно, конечно. У Диаблоцератопса будет возможность толкать друг друга сбоку. Эта функция была расширена, так что игроки могут использовать ее в комбинации с переворотом. Еще добавили новую атаку, которую можно активировать, глядя в сторону или за спину в режиме спарринга. Это работает аналогично направленным атакам, ударяя в направлении камеры и быстро поворачивая персонажа в эту сторону. Также, например, если оба игрока попытаются толкнуть друг друга с одинаковой силой, они останутся на месте. Но воспроизведут анимацию, которая покажет, что они борются и их выносливость будет постепенно падать. Да, спарринг будет тратить выносливость. Стигозавр. Нарисован новый концепт арт стигозавра, который показывает новые будущие возможности гиганта. О них мы говорили, честно, не один раз. Не хочу их разбирать, но кому интересно, короче, посмотрите. Разработаны новые звуки для базовой атаки дриозавра, новые звуки для детенышей кабанов, коз, оленей, включая призывы найти их, боль, смерть и приглушенные крики. Было потрачено много времени на исправление проблем, связанных с заиканием звука. Да, то самое, что я ненавижу. Из-за превышения лимитов голосов и нахождения с другом большого количества динозавров. Сейза. Главный видеоредактор. За последние несколько недель был сосредоточен на двух видеопроектах. Проект Trailcam, который показывает Диабло Цератопса в его естественном поведении. Второй проект находится на стадии съемок. Это будет трейлер всех нововведений, помните, о них говорил, которые были добавлены с момента последнего трейлера. Видеопроект познакомит с картой, новыми видами динозавров и механиками. Короче, вот такие вот отрывочки. Да. Самые забавные ошибки, с которыми Кьюалити Асараунд столкнулась в этом месяце, сейчас посмотрим. Но прежде скажу, что пситакозавры смогут закапываться в норах. Бот будет способен зарваться в землю, чтобы спастись от хищников. Механики, конечно, сыроватые. Кстати, пситаки смогут кусать вас. Посмотрим. 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 Между Трицератопсом и Рексом будет система спарринга Ого, вот это не кисло, конечно Птеранодон в разработке Находятся его новые скины А также новые модели и редизайн для этого животного Карта также претерпела изменения, чтобы сделать ее более обжитой И предоставить больше места для открытий и исследований Ну и под конец Мэйзавр Новые анимации, короче, просто полюбуйтесь ими Субтитры создавал DimaTorzok Ну а теперь я попрошу тебя поставить большой жирный пальчик вверх Лайк, разогни пальчик и поставь лайк Жми колокольчик, оставляй комментарий Всем хорошего выживания в The Isle of Rima До новых встреч